Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Томаты мои любимые овощи. В первую очередь, ну, 99,9% в периоде людей любят томаты, потому что они вкусные. Я тоже по этой причине люблю. А еще я люблю томаты по той причине, что у них колоссальное разнообразие сортов. Я, когда был маленький, переписывался через журнал цветоводства со всем Советским Союзом и выписывал у взрослых людей. И мне все слали, даже бесплатно, родители, если там надо было что-то заплатить, платили различные сорта различных растений. Мне это очень нравилось, и я эту любовь к разнообразию сортов сохранил до сегодняшнего дня и сделал одной из своих профессиональных деятельностей. Вот среди томатов, конечно, есть мелкоплодные, есть крупноплодные. И с крупноплодными томатами в период созревания зачастую бывает большая беда, а именно растрескивание плодов. Вот мелкоплодные томаты, кто томаты выращивает много, те хорошо про это знают. Они практически не склонны к растрескиванию, а крупноплодные сорта как раз очень склонны. При этом они трескаются тогда, когда уже практически созрели. И это очень обидно. Что же мы можем сделать для того, чтобы томаты не растрескивались? Вот еще раз упомяну я кое-что о сортах ближе к концу нашего ролика. Обязательно посмотрите, это интересно, это то, о чем я люблю говорить на самом деле. Итак, одной из главных причин растрескивания томатов является неоднородный полив. Томаты набухают влагой, когда к ним поступает много воды. Когда они испытывают дефицит влаги, из плодов тоже испаряется вода, но они как бы не очень так сильно наполнены. Когда вы резко поливаете растения, томаты, которые находятся в состоянии дефицита влаги, кожица не выдерживает и трескается. Это что чем-то похоже на гипертонию, понимаете? Когда вы много, да еще соленого поели, у вас повышается артериальное давление, но сосуды, слава богу, не лопаются у большинства. Ну а если лопаются, то уже инсульт. Вот что-то подобное происходит с томатами. Поэтому поливы должны быть, вот это, чтобы внутреннее давление не росло, не разрывало эту стенку, оболочку, кожуру у томата. В этом случае поливы должны быть очень равномерные. Некоторые говорят, лучше не поливать, не поливать, а потом раз и много полить. Что это гораздо лучше, чем поливать все время по чуть-чуть. Это правильный совет, но это совет правильный до начала формирования плодов. Он стимулирует развитие корневой системы. А вот когда крупноплодные томаты уже начали наливаться и приобретать окраску, такой полив томатам совершенно противопоказан. Или вообще не поливайте, если ваши теплицы, растения не испытывают дефицита влаги. Ну так бывает, грунтовые воды подсасываются, все хорошо, мульча хорошая. Или же поливайте постоянно по чуть-чуть. Тогда ваши крупноплодные томаты не треснут. Еще одна причина, по которой плоды могут трескаться, это резкие перепады между дневной и ночной температурой. С одной стороны, эти перепады являются для томатов довольно-таки благоприятными. И именно благодаря перепадам ночной и дневной температуры вы имеете вкусные томаты. Потому что при похолодании вот все сахара, которые накопились в листьях за день, оно все перетекает в плоды, там накапливаются сахара. Если температура выровнена, если вы плотно укупориваете теплицу на ночь, в этом случае перетекание сахаров в плоды нарушается. Вы получаете безвкусные белые там, несладкие кислые томаты. Это закон. Но если вот эти перепады делаются слишком резкие, то ваши вкусные томаты треснут. Вы, так сказать, даже не похвастайтесь ими в интернете или еще где-то. На салатик порезали тут же, а если через неделю приехали на эти трещины, то они уже опробковели, там уже инфекция может завестись какая-то. Но в общем они нетранспортабельны, весьма неблагоприятное явление. Что же делать? С одной стороны укупорить полностью, это еще и повысить влажность и нарушить вот это накопление сладости в томатах. С другой стороны раскрыть настижь теплицу. Это вызвать потрескивание томатов. Здесь всегда нужно выбрать в таком случае золотую середину. Не закрывайте, а прикрывайте вашу теплицу. Но закройте форточки наполовину. И это будет хорошо. Кроме того, вы можете застелить, но это надо делать заранее, конечно, при посадке, поверхность вашей теплицы черным спонбондом или даже пленкой, пленкой черной. В этом случае растения будут испытывать меньше дефицита влаги. Подступление влаги будет более равномерным, если вы пленкой закроете. А также разогреваясь вот этот самый верхний слой почвы и вот эта вот пленка, и этот спонбонд черный будут смягчать перепады с ночными температурами. Еще одной причиной растрескивания томата является избыток азотных подкормок. Представьте, что на азотных подкормках томаты начинают, все начинают расти, понимаете, как тесто на дрожжах. Это примерно то же самое, если вы хотите есть тортики в течение недели перед сном, а потом раз и решили одеть, так сказать, узкие джинсы. Катастрофа будет, правильно? И точно то же самое происходит с томатом. Когда вы избыточно кормите растения азотом, увлекаетесь органическими подкормками, это совершенно неприемлемо. Многие блогеры говорят, вот кормлю томаты, будете тазиками снимать, беру навоз, беру помет куриный, там разбодяжили, дрожжей добавили, подкормили, вот будете тазиками снимать. Может и будете, но будете снимать исключительно потресканные, с накопленными нитратами томаты. Ну а если еще будете, потому что если зажируют, то пиши пропало. Следующая причина, по которой томаты также могут растрескиваться, это механические повреждения завязи. И я рекомендовал, и многие блогеры толково рекомендуют, для того, чтобы томатов завязывалось больше, их необходимо потряхивать, немножечко опылять. Тогда у вас образуются такие полноразмерные кисти томатов, красивые, много плодов, равномерных, гладких, товарных, то что называется. Но если вы будете трясти их слишком усердно в этом детском состоянии, то во взрослом состоянии они могут треснуть. Здесь будут микротрещинки вот на пестике, на завязи. И потом вот эти места, где механически немножко эти завязи нарушены, там могут образовываться впоследствии трещины. Ну как бы сказать, ткань будет слабая, понимаете, там, где тонко, там рвется. Вот это тот самый случай. Ну и как я обещал, я скажу, что есть сорта, и не сочтите это за рекламу. Я абсолютно не рекламирую, вообще никаким образом. Говорю совершенно объективно. В основном эти сорта для любительского овощеводства выпускает фирма-партнер. Мне, вот это я уже на опыте точно вам скажу. Не все мне в партнере нравится у этой фирмы, не все сорта, но у них вот что есть, то есть. У них сорта устойчивые к растрескиванию. Так вот, есть сорта крупноплодные, но устойчивые к растрескиванию. Поэтому, ну вы, кстати, можете поделиться в комментариях относительно сортов, у которых вы никогда не видели растрескивания, или которые трескаются довольно часто. У них толстая кожура, и она эластичная, и она не склонна к растрескиванию. Но это компромисс между тем, что вы нарежете салатик, и потом будете, так сказать, между зубов вычищать эту кожуру помидорную, или будете иметь такой, ну может, старорежимный тавант, который склонен к растрескиванию, и с тонкой кожурой. Вот эти сорта, которые с толстой кожурой, они, безусловно, очень хорошо консервируются. Ну а толстая кожура, это много клетчатки, это хорошая профилактика всевозможных онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, толстого кишечника. Поэтому, ну смиритесь, если это проблема в вашей теплице, если томаты трескаются, находите крупноплодные томаты с толстой кожурой, которые растрескиваться не будут. Ну то есть, для каждого случая можно подобрать свой томатик, и для устойчивости к растрескиванию в том числе. Используйте много сортов, перелопачивайте много сортов, для того, чтобы выбрать именно свои. На этом я прощаюсь с вами, желаю вам гладких по сорту, или рифленых по сорту, и обязательно не треснувших томатов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok